Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаево-Черкесия. События вторника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Это уже третий энергообъект, построенный в регионе за последние годы. В Усть-Жигуте введена в эксплуатацию малая гидроэлектростанция. Она отвечает самым высоким экологичным требованиям. Первых пациентов сегодня выписали из северного ковид-госпиталя Черкеска. Пациенты рады выздоровлению, а врачи призывают жителей строго соблюдать все эпидемиологические меры. Их служба и опасные труда. Поздравление в свой адрес сегодня принимают сотрудники органов внутренних дел. Лучших полицейских поощрили с заслуженными наградами и грамотами. Карачаевские лошади сегодня проходят монетировку. Это позволит посчитать поголовье племенных коней в фермерских хозяйствах и открыть возможность для дальнейшего развития породы. Сегодня в Узжигуте введена в эксплуатацию малая гидроэлектростанция. В торжественной церемонии пуска приняли участие глава Крачева-Черкесия Рашид Тимрезов и первый заместитель генерального директора ПАО «Русгидро» Андрей Казаченков. Это уже второй завершенный инвестпроект по строительству объекта генерации на основе возобновляемых источников энергии. Подробности расскажет Мурад Женгёзов. Пуск Узжигутинской Малой ГЭС – это ещё один этап в работе «Русгидро» по развитию гидроэнергетики в Карачаево-Черкесии. Это уже третий энергообъект, построенный в регионе за последние годы. Новые гидроэлектростанции обеспечат стабильную выработку чистой электроэнергии и снизят энергодефицит республики. Среднегодовая выработка электроэнергии составит более 25 миллионов киловатт. Уже построенные и вновь возводимые гидроэлектростанции создают в республике новые рабочие места и обеспечивают налоговые поступления. У нас потенциал ещё в два раза больше, чем мы сегодня уже произвели. То есть мы в таком развитии и, надеюсь, в программе «Русгидро» Министерства энергетики Российской Федерации мы будем находиться и ещё не одну такую станцию откроем. Мы понимаем, что это дорога с двусторонним движением, и она выгодна и для республики, и для компании «Русгидро». Мы в целом, конечно, для энергообеспечения нашей страны. Для создания напора воды на турбинах станция использует плотину Большого Ставропольского канала. Уст-Джигутинская МГЭС использует воду, которая раньше в холостую пропускалась через водосброс. Такое конструктивное решение позволило снизить затраты на строительство и повысить эффективность. У нас есть планы по дальнейшему развитию малой гидрогенерации в регионе. Для нас это приоритетные проекты. Мы вместе с вами, вместе с населением республики, с властями, с партнёрами работаем, чтобы сделать энергетику республики надёжной, экологичной и доступной людям. Уст-Джигутинская МГЭС отвечает самым высоким экологическим требованиям. Негативное воздействие на окружающую среду практически отсутствует, а водный режим ниже по течению не изменяется. В гидротурбинах станции на водоприёмнике смонтированы рыбозащитные устройства. Применены самые современные рыбозащитные сооружения со стороны Большого Ставропольского канала, которые позволят обеспечить защиту для местных пород рыб. И здесь используется минимум смазочных материалов, что исключает попадание этих загрязняющих веществ и воды Большого Ставропольского канала и в реку Кубай. Сооружение Уст-Джигутинской МГЭС включает в себя водоприёмник и два турбинных водовода. В здании ГЭС размещены два гидроагрегата вертикальной компоновки, каждый из которых состоит из гидротурбины и гидрогенератора. Особенностью станции является отсутствие силовых трансформаторов. Это означает то, что электроэнергия выдаётся в общую энергосистему по двум линиям электропередачи. Общая мощность расположенных в республике гидроэлектростанций теперь составляет более 306 мегаватт. Мурат Женкьюзов, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня из Северного ковид-госпиталя Черкесска выписали первых пациентов. Медучреждение возобновило свою работу 1 ноября. Коечный фонд рассчитан на 200 человек. Сейчас проходит лечение 175. Из терапевтического отделения выписали троих. Возраст пациентов за 70, и все они входят в группу риска. По словам врачей, выписались они с отрицательным результатом теста, положительной динамикой, хорошими и стабильными показателями. Дальнейшее лечение они будут проходить уже на дому. Пациенты были рады выздоровлению и благодарили медперсонал госпиталя. Болеющих, к сожалению, очень много. Поэтому мы призываем соблюдать режим самоизоляции, вовремя обращаться к докторам. В стационаре они получают основную базовую терапию. Затем мы перевозим их на амбулаторное лечение, лечение на дому. Соответствующими рекомендациями. Эти рекомендации будут указаны в их выписном эпикризе. Непосредственно проведенное лечение, лабораторные исследования, которые были проведены данному пациенту, динамика. Большое спасибо коллективу. Спасибо. Очень хороший коллектив. Я не думала, что это будет так. Здоровье подлечило нас. Так что все нормально. Сто лет ей жизни. Здесь указано его лечение, которое проводилось ему. Указаны все лабораторные исследования. И с моими рекомендациями дальнейшее наблюдение амбулаторно. Хорошо обращаюсь. Повтор КТ и МОСК. Все. Всего хорошего. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 10 470. Из них 6 300 человек выздоровели. 931 госпитализирован. Коронавирусная инфекция коснулась и детей. Они так же, как и взрослые, могут заразиться. Возраст заболевших колеблется с 10 до 18 лет, отметил заместитель главного врача по поликлинической работе Республиканской детской многопрофильной больницы Забыла Тлябичева. Также она добавила, что более взрослые дети в группе риска, так как они чаще склонны к общению со сверстниками. Доктор рекомендовала родителям по возможности избегать контактов с другими детьми, потому что риск заражения очень велик. В отличие от взрослых, у детей коронавирусная инфекция течет либо бессимптомно, в основном, либо легкие формы. В основном по России статистика такова, что из всех заболевших 10% являются дети. У нас в Карачаево-Черкесской лесу, в частности в Черкесске, на следующий момент у меня на учете 845 детей. Из них 120 детей, это подтверждено на сегодняшний день коронавирусной инфекцией. Всего мы наблюдаем с 25 марта, вот уже 10 месяц мы наблюдаем детей с коронавирусной инфекцией, 667 детей зарегистрировано именно больных коронавирусной инфекцией по городу Черкесску. Госпитализировано было 19 детей в госпитале для коронавирусной инфекции, но все они проболели с средне-тяжелым течением. То есть тяжелых форм течения заболевания у нас не было. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Крачаево-Черкесии местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура ночью минус 3 плюс 2, днем 3,8 выше нуля. В Черкесске без существенных осадков ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 0 плюс 2, днем 6-8 градусов тепла. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru Или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. Сегодня день сотрудника органов внутренних дел. Личный состав и ветеранов с профессиональным праздником поздравляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Вы с честью исполняете свой профессиональный долг, обеспечивая правопорядок и безопасность жителей Карачаева-Черкесии. Вставая щитом на пути преступности, вы зачастую рискуете своим здоровьем и жизнью. Выражаю искренние слова благодарности вам и вашим семьям, которыми вместе с вами разделяют трудности нелегких будней. Пусть каждый из вас возвращается со службы к родным и близким, здоровым и невредимым. Личный состав с профессиональным праздником поздравил сегодня и министр Александр Мельниченко. Официальное мероприятие состоялось в режиме онлайн. Участники видеоконференции почтили память сотрудников, погибших при исполнении должностных обязанностей. С поздравительной речью также выступил председатель ветеранской организации МВД Юрий Тимрезов. Он вручил Александру Мельниченко высшую награду Российского совета ветеранов «Орден за заслуги и почетные грамоты заместителя министра». На торжественном собрании также сочетали приказ о присвоении специальных званий поощрения отличившихся сотрудников ведомственными наградами. В завершении мероприятия руководство министерства возложило цветы к памятнику сотрудникам, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. «Основой успешной работы остаются выдержка и самобладание, ответственность и готовность в любую минуту прийти на помощь. Такие качества всегда отвечали людей, посвятившие себя благодородному делу, служению России и ее народу. Мы отдаем дань глубокого уважения, стойкости и героизму наших погибших товарищей. Проявляя силу воли и несокрушимость духа, они с честью выполнили свой служебный дом, пожертвовали жизнью ради спасения других. Слова особой признательности ветеранов за преданность профессии, помощь в воспитании молодых специалистов, формирование у них высоких нравственных ценностей, чувство патриотизма и истинной любви к Родине. Убежден, что сохраняя связь и преемственность поколений, личный состав нашего министерства впредь будет приумножать славу органу внутренних дел, сделать все возможное дальнейшего процветания республики». Юристы правового отдела Международного абазина-абхазского этно-салашара консультируют жителей абазинских аулов. На этот раз они выслушали проблемы граждан на базах Абля, Грушки, Малабазинки и Тапанты. Вопросы в основном касались земельных споров, социальных выплат, кредитов и водоснабжения. Специалисты на месте разъясняли, как вести себя в ту или иную ситуацию, как решить проблему, какие документы нужны, в какие ведомства обращаться. Для ульчан выездная консультация юристов стала очень полезной. Такая форма оказания помощи будет практиковаться и в дальнейшем. Юристы, которые приехали от организации Алашара, спасибо им большое. Они дали многие ответы на наши вопросы, которые мы задавали. Много чего разъяснили нам, объяснили, в какие инстанции обращаться, по какому принципу действовать. Очень рекомендую. Тем более, помощь юриста, которую они оказывают, она бесплатная. В селе Даусус Зеленчукского района была проведена бонетировка лошадей карачаевской породы. Специалисты отмечают, что эта процедура позволит посчитать, каково поголовье племенных коней в фермерских хозяйствах и открыть возможность для дальнейшего развития данной породы. Подробнее в материале Алихан Лепшокова. Сильные, выносливые карачаевские лошади сегодня проходят бонетировку, после чего все они будут введены в племенную книгу. Сегодня многие фермеры занимаются разведением лошадей карачаевской породы. А наша задача – провести бонетировку, чтобы установить, насколько они относятся к данной породе, отмечают специалисты. При проведении процедуры измеряют высоту холки и объем груди. Также очень важно определить, было ли смешивание другой крови. Будут с ней браться промеры, высота в холке, объем груди, обхват пясти. Потом будут визуально осмотрены стати лошади. Там по стати можно определить, относятся к карачаевской породе или нет, потому что довольно часто встречаемся с тем случаем, когда прилитие другой крови. Ее так или иначе можно увидеть. Потом по стандарту порода лошадь должна подойти. Если ниже стандарта, то за это снижается оценка. После бонетировки лошади присваивается порядковый номер и, конечно же, тавро. Житель Ставропольского края Виталий Гончаров несколько лет назад здесь, в куниферме к карачае Хорс приобрел жеребенка карачаевской породы. Сегодня Виталий привел своего взрослого коня по кличке Барс на бонетировку, чтобы породистый жеребец по праву попал в племенную книгу и получил соответствующее тавро. Почему именно карачаевскую лошадь выбрать? Потому что они очень выносливые, крепкие. Я любитель лошадей, до этого я держал орловских рысаков. Приехал сюда еще лет 10 назад, посмотрел, только возрождалась здесь эта порода лошадей. Понравились, была мечта, вот приобрел, в том году я его купил жеребенком здесь, у Мурата, и вот держу, еще планирую взять кобылку для разведения. Я его затоврю специально, чтобы знали, что это чисто карачаевская порода лошади, чтобы не было никаких претензий, никаких недоразумений. Нам очень важно, чтобы селекция карачаевской породы лошадей развивалась, поэтому бонетировка очень важна, отмечает управляющий кони фермы Мурадин Урусов. Разводим кобыл карачаевской породы, разводим более 15 лет, разводим линии Азава, линии Десятого, линии Хана, линии Пенсионера. Мы специально хотим в племенную книгу занести своих кобыл, чтобы знали наших кобыл, сделали отбор и для продолжения селекции карачаевской лошади. Лошадь – это крылья мужчины, гласит карачаевская пословица. Сегодня для каждого ценителя породистых коней очень важно получить необходимые документы для их популяризации. Алиханепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Таким был вторник Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас продолжение фильма «Бомба». Приятного рассмотра и ждите вести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова